Доброе утро дорогие друзья, проснулся сегодня, прикиньте, аж почти в 11, это безусловно новый рекорд, но дело в том, что лег я примерно в пол четвертого, потому что еще вчера довозил гостей до дома, потому что как только вы получаете права, сразу родители считают нужным, что вы можете кого-то после праздника отвозить домой. Вот так и я вчера, вместо того, чтобы начинать оперативно монтировать видео, пришлось поразвозить, а потом уже начинать. Но компенсировав это время долгим сном, вроде бы все окей. Мы начинаем этот влог, погнали. Остатки вчерашнего стола, походу я их на завтрак есть и буду. Среди шоколадных подарков есть двойной горячий шоколад и есть white mocha. Я, наверное, шоколад попробую сейчас. Посмотрел на улицу, дорогие друзья, тут такая классная погода. Солнышко светит и растет трава, как говорится, поэтому я решил, почему бы не поехать покататься и чего-то не поснимать. Смотрите, 2 часа дня почти на улице, вокруг никаких вообще телодвижений, единичные машины ездят, все отходят от вчерашнего Рождества, от празднования. Смотрите, вот в этих апартаментах дома стоят примерно на 50-100 тысяч долларов дороже. Вы представляете именно размер суммы? По сравнению, например, с домами напротив, я сравнивал, потому что даже не из-за квадратуры или чего-то прочего. Потому что у вас типа такой крутой охраняемый центр. Я пробовал, машина въезжает, сразу же ворота закрываются. То есть шансов попасть сюда практически нет, я как-то на скейте проскользнул. Прикольное место. У них здесь свой мини-парк, естественно бассейн, но бассейн есть много где. Американские жители вообще уже настолько разбалованы бассейнами, что большинство жителей даже в них не купается, потому что, ну, куда бы вы ни переезжали, в апартаментах или вот в таких комплексах, всегда будет бассейн. Они это уже как данность воспринимают. Прикольные домики, прикольная территория, чего-то кардинально другого там домов напротив нету. Просто охрана за это обычно очень много доплачивают. И, возможно, чуть-чуть лучше инфраструктура. Все. Кстати, у них сегодня уже все заведения работают в обычном графике. То есть в Америке, кстати, еще с часами работы вообще никакой проблемы особой нету. Да, в странах СНГ где-то работают больше, где-то работают круглосуточно. В США несрочные вещи там работают до 5-6, какие-то до 8-10. То есть вообще нормально. Вот в Италии это реальная проблема. У них огромезные 4-часовые, 3-часовые перерывы, и они работают чуть ли не всего 3-4 часа в день. Все может закрыться в 3-4 часа дня. Даже рестораны, то есть в Америке рестораны многие до 10 работают. Некоторые до 12, чтобы вы хотя бы голодным не остались. В Италии все, вы можете после 3-4 часов дня умереть от голода. Некоторые работают до 6 и так далее. Чтобы вы понимали, сегодня США это как 1 января в России. То есть они отметили главный праздник Рождество, и все вышли на работу сегодня. Вспомните, как это происходит 1 января. Никто не открыт 1 января. 31 декабря и 1 января все стопудово отдыхают, все закрыто. Это я еще помню. А вот американцы, видимо, бодрячком сегодня сразу же после праздника встали и пошли на работу. Пошли, где примерно сколько людей в торговом центре. Интересно, если я заныкаю скейт сюда, кто-то его возьмет? Ну, я, конечно, рискну, но все же. Ну так, умеренно, умеренно. Подарки уже все скупили. В этом кинотеатре билеты по 3-4 доллара, потому что люди сюда просто не доходят. Мы как-то были в том кинотеатре, у них на сеансах по 5, ну максимум, если фильм ходовой, 10 человек. То есть, чтобы вы понимали, человеку, который насыпает попкорн, надо платить, давайте возьмем, ну, среднюю какую-то, от 13 до 15 долларов в час. К тому же надо платить человеку, который показывает кино в одном кинозале, во втором кинозале, сотрудникам, уборщикам и так далее. И прикиньте, люди приносят по 3 доллара, 4, ладно, доллара, 5 человек, принесли 20 долларов за полтора часа. У них обычно сеансы тоже идут, типа 2 сеанса в час, такого плана. То есть, они убыточны. Посмотрите, прям в конце там есть люди, потому что тут даже парковка неудачно расположена, здесь никого нет. Вон, сидит один бездомный, 100% бездомный. То есть, люди даже мимо не проходят, по-любому не заходят. Я думаю, этот кинотеатр 100% убыточный, поэтому они уже хоть как-то спасаются, ставят билеты по 3-4 доллара за сеанс, даже в ходовое время. В то время, как в других кинотеатрах ходовых по 15 долларов за билет. То есть, вы представляете разницу. Крисмас вообще классное время для того, чтобы обновить полностью склад, потому что я прохожу в некоторых магазинах, написано типа sold out почти все. То есть, остаются пустые полки, и вы разбираете все, что осталось вообще. То есть, в такое время полностью опустошаются магазины, даже какие-то неходовые товары уходят, потому что все ходовые раскупаются сразу. По итогу можно отлично обновить склад. Я, кстати, думаю, что я забыл, вышел на улицу, я же скейт возле автомата того оставил. Прикатил в Best Buy, посмотрю, может, у них есть супер скидка на Apple Watch, что придется взять. Смотрите, сколько скидок до сих пор. Телек LG, сколько, 43 дюйма за 229 долларов. Снова такие, смотрите, пустые полки, даже витринную продукцию раскупают нереально. А картинки повесили, раньше здесь были вот такие вот экземпляры, все раскупили. Ничего интересного, ну прям совсем ничего. Apple Watch, который я хочу в Apple Store и в Best Buy стоит 550. Я хочу купить их за 350. Вы скажете, нереально, но это именно то, что я сделал в прошлом году. Были те же цены, я купил за 350 новые запакованные. Забежал в Starbucks. А Starbucks здесь находится сразу же с книжным магазином. И у них даже проход совместный, чтобы вы могли взять кофе и пойти читать книжку. То есть сама идея даже классная в том, что можно было сказать, типа, мол, люди будут забрызгивать кофе книге. Но все нормальные люди понимают, что если вы там смотрели, присматривали книгу, листали и забрызгали ее кофе, то вы должны ее купить. И этого достаточно. Если я сейчас кофе забрызгаю какую-то книгу, мне нужно будет за нее заплатить, я ее пойду сам куплю. Поэтому это понимаю я, это понимают другие американцы. И никакой проблемы в этом нет. Но зато и Starbucks, и книжный магазин получают новых клиентов, потому что люди хотят найти прикольную книгу. Они заодно покупают кофе в Starbucks и идут, читают. И они как бы обмениваются клиентами. Люди расслабляются, люди читают, присматривают литературу. Это классно. Заехали на почту, хочу сейчас проверить почтовую ячейку, потому что не было здесь пару недель. Опа-на. Реклама, 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 ничего. Ничего интересного. Меня подкинули к ребятам, вот они на балконе сидят. Сейчас надо понять, как к ним добраться. Походу, нам сюда. А тут два блогера сидят. Да ладно, ты пока что нет. Ты прикинь, как получается. Алена, Василько. В общем, я как бы украла у Даника камеру. Он еще пока об этом не знает, но в общем, я ему говорю прощай. Теперь я гоню на Аплюсе. Маня кушает полезную пищу с Аленой. А так и здесь. В общем-то у ребят в апартментах. А Джали у меня, короче, камеру. Кстати, друзья, такую новость не рассказал. Я запускаю уже третий поток своего курса. Вы помните, я был на Витконе этим летом. И там, в общем-то, разные спикеры подсказали, как и что нужно делать. И, наверное, с августа, каждый месяц, вы можете посмотреть на канале, периодами я тестировал разную стратегию. В итоге пришел к одной определенной. И, чтобы вы понимали, за последний месяц получилось так, что у меня подписчиков добавилось больше, чем у Соболева и у многих популярных блогеров. И ежедневно канал посещает 200 тысяч новых человек. То есть 6 миллионов за месяц. В этот раз я хочу сделать маленькое количество людей, так что спишите по ссылке в описании. Это может быть классным новогодним подарком. Там есть пробное видео, которое вы можете посмотреть и понять, нужно вам это или нет. Но обещаю, что я переработал полностью все с прошлого раза. И стрим у нас будет длиться чуть ли не 4-5 часов, потому что информации гигантское количество. Поэтому жду вас на курсе. Забежали в Таргет, возьмем сейчас, может, что-то поесть, что-то попить. Даже самые непопулярные полки, где всегда полно и никто ничего не покупает, разобрали, вы посмотрите. Мы приехали в One Milk Tish, а будем кино смотреть. Место, где мы обычно смотрим кино, заняли какие-то программисты. Один там что-то программирует, второй играет в Mortal Kombat, поэтому не сложилось, не получилось. Собаку выгуливать едем. Кстати, я же вам не рассказывал, у меня за эти дни счастливая новость. В общем-то, буквально месяц назад кто-то добавил мой дом на Google карты и отметил его как отель. Я не знаю, каким образом вообще Google одобрил, но меня одобрили. И мой дом, реально мой адрес показывали, как отель там Данил Пай. И что самое интересное, 5 человек поставили отзыв, типа, и в среднем у меня было 4.6 звезд, типа, все классно, отель мой вообще супер. И тупо не прикольно, потому что кто попал, мог увидеть адрес и все прочее. Прикиньте, даже в Америке адрес палят. Люди просто проезжали и снимали мне сториз, типа, я возле твоего дома. Мне, естественно, было не прикольно, хотя я более равнодушно отношусь к этому, чем родители. Потому что родители, типа, такие, что наш дом везде висит. Я подал заявку на то, чтобы они проверили и отменили. И вот, буквально 2 дня назад отменили. Чему я не сказанно рад. Короче, мы решили не мучаться ехать обратно в One Milk T и так далее, потому что там занято место, где мы смотрим кино. Поэтому Аня нас сейчас, меня и Алену завезет. У Алены машины нету, она сейчас с Невадой приехала сюда. Вот. Видите, как резко помчало. К Ане, короче, приехали гости, так она всех оперативно развезла. И он помчал к гостям. А я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Давайте добьем до 400 тысяч до Нового года. С вами был Данил Пай. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok